Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радости и веселья в Господе. Всем желаю возрасти в совершенный Христов возраст, по Его образу и Его учению оставили нам в Евангелии, в книге о жизни и учении нашего Господа и Бога нашего, пришедшего во плоти, на землю, чтобы оставить нам путь и пример жизни, идя по которому мы можем достигнуть совершенства. Что у меня в руке, никогда не догадайтесь, да, это атрибутика, это самолетик, это логотип, может быть кто не знает, от одной известной, одного из известного мессенджера, такого как Телеграм, вот, ну ладно, самолетик мы выкинем. Я хотел бы поделиться своими мыслями, уже несколько дней я, в общем-то, это хочу сделать. По поводу Телеграма, кто не знает, в России сейчас есть такая ситуация непонятная, я вкратце расскажу, может быть кто-то не в курсе. Телеграм – это мессенджер, его, как я понимаю, основатель – это Павел Дуров, вот он мой, мой проповедник, да, ну, чего, звезда Ютуба, пум, пумыч, ну, будем проповедовать, ну, сиди тут и меня, проповедуй. Павел Дуров, как я понимаю, он был когда-то соучредителем, может быть, тоже основателем такой социальной секции, как ВКонтакте, там что-то, я так понимаю, случилось, как всегда, не поделили что-то, и, ну, совет директоров его уволил, или как там, да. Я так понимаю, ну, все делается обычно, не один человек делает, а бывает команда, компания. В общем, появился такой мессенджер, как Телеграм, он не единственный, есть полно мессенджеров на нашем прекрасном белом свете, сотворенным Богом. И вот мессенджер Телеграм – один из них. Год назад я стал пользоваться сам, у меня даже до некоторого времени смартфона-то не было, на который я сейчас и записываю, и когда я стал в интернете общаться плотно, и появились братья и сестры, родные во Христе, любимые мои, и как-то через, кстати, своего староста в группе институтской университетки, он пригласил меня на сбор, десятилетний, или сколько там прошло, больше десяти лет, мы не виделись. И заодно он мне рассказал, что есть мессенджер, можно создать группу, и все туда кидают, все виды сообщений. И я как раз, у меня был уже этот смартфон, я добавился, и я увидел всю эту прекрасную, это общение, что уже все давно за нас придумали, кто знает, у меня есть свой сайт, но там, в принципе, в основном просто те тексты библейские, с которыми я работаю, для того, чтобы потом проповедовать было удобно, изучать, исследовать и другим в помощь. Вот, а так я ничего там особо не делаю, да. И вот есть мессенджеры. Ну, в чем отличие мессенджера, в принципе, это не социальная сеть, да. Какие там функции? Общение, можно голосовые, можно текстовые, можно созвониться. Есть даже, где есть видеозвонки, но у него очень плохого качества, и в том же самом Телеграме пока их нету. Можно добавлять картинки, можно туда даже ролики закачивать, причем огромным объемом, в частности, в Телеграм, да. И живое достаточно общение. Общение происходит онлайн, то есть тут же скидываешь, все это видят. Чудесно. Такое ощущение, что вы живете в соседней комнате, да. То есть всегда на связи, всегда общаемся, что-то выкладываем, сиделимся, скорбями, радостями, испиваем чаши скорбей, носим времена друг друга, как можем, помогаем, делим радости, общаемся, читаем Евангелие, назидаемся, задаем вопросы, ну супер вообще, да. И сначала вот как меня этот мой Алексей, староста нашей группы институтской, в этот WhatsApp подключил, я его установил. Ну а потом один из братьев подсказал, что вот есть Телеграм. Ну я человек, как говорится, люблю, новые опыты, хотя иногда уже привыкнешь, чем он нужен, да ладно. Не пожалел я, что переключились на Телеграм, там много, как это называют, молодежь плюшек, да я сам еще не старый, да. Просто супер, да, действительно. Ну помимо технических всех этих плюшек, да, и всех удобств всего этого, то, чем они занимаются, как его развивают, основатели его. Основная вещь, которая в принципе сначала мне была все равно, да. Я слышал, что Телеграм славится тем, что принцип их работы, это свобода переписки, да, как это называют, свобода переписки, или как это, свобода тайны переписки, да, вот это, причем она в той же самой российской конституции вообще есть статья, что человек имеет свобода тайны переписки, да, как-то так. Или не нарушение, что-то забыл. Вот это, да, то, что каждый человек имеет право на эту переписку общаться, чтобы никто его не прослушивал на тайну личной жизни. Но вы знаете, с чем сейчас все борются, все боятся этого электронного концлагеря, тотального контроля. К этому действительно идёт. Никто тут секреты и новости не открыл. Почему я записываю ролик о Телеграме? Из этих событий можно много чего интересного увидеть. Я сам не ожидал. И, в принципе, как казалось бы, я с папой разговаривал. Папа говорит, ну, тоже ты понимаешь. Ну, я это в новостях слышал. И аргументы нашей страны, которая хочет, чтобы всё было открыто только потому, что есть там бандиты, террористы и прочие-прочие вещи. И что, типа, это безопасность наша. Но вы помните, как ещё Павел сказал, что один из критерий последних времён будет что? Будет говорить мир и безопасность. До этого ещё далеко, но именно так и будет. Когда все насысятся, что вот-вот конец света, я говорю, господи, вы почитайте Павла. Первое послание к фессалликинцев. И второе, у меня на канале будут ссылки всегда в описании, есть. Я всё это зачитывал, у меня весь Новый Завет зачитан. Пожалуйста, посмотрите. Павел вначале, даже в первом послании говорит, что в то время будут говорить мир и безопасность. Чего вы насытесь с этими стихиями, катастрофами? Это только преддверие. Как раз, когда будет приходить антихрист, то есть в мире будет просто жир, жир и изобилие. Израиль будет уточнённый, откормленный, ожиревший, как все пророки об Израиле Божьи слова изрекали, готовый к дню заклания. И день этот заклания начнётся с прихода антихриста. Поэтому как раз в последние времена всё будет очень хорошо. Будет мир и безопасность. Похоже сейчас на это. Да ещё до мира и безопасности. Вон друг другу глотки грызут за последний целлофановый кусок. Кукулёк. Да и кусок непонятно чего. Всё делят что-то. Вот они с этой безопасностью. Ну разве какая-то особенно для христианина важна безопасность такой ценой свободы? Нет, конечно. Зачем мне безопасность, если у меня нет свободы? Я что, животное, которое меня в вольер загнали в безопасный, и я там два на два гуляю? Нет, конечно. Человек это свободный. Это кошка, гуляющая сама по себе. Это природа Божья, природа человека. Это природа свободы. Бог хочет, чтобы это... Тем более христианин меня поражает, которым так смерти боятся, или всё это мысль через призму страха смерти, через какую-то кончину близкую жизни. Да радуйся. Ты христианин, и причём в праведности помираешь, а ты смотри, как ты живишь. Так ты к Иисусу пойдёшь. Чего ты переживаешь? В Царство Святых. Где нет ни печали, ни скорби, ни болезни, ни воздыханий. Чего ты трусишься-то целыми днями? Ну так вот, к чему я сейчас всё это хочу. Ну, конечно, в общем поживать. И в чём интересна сама ситуация с Телеграмом. Телеграмм создал такую схему. У них нет никаких ключей, паролей к нашим сообщениям, что мы в Телеграме переписываемся. Я не глубокий программист, не сильный айтишник. И вообще я обычный пользователь. Не знаю, уверенный, неуверенный, как это говорят. Короче, я пользователь обычного компьютера. Ну так говорю, от сердца к сердцу, простым языком. Они создали какую-то систему, что в принципе, сама наша, ведь что такое любое сообщение? Это кто знает информатику, программирование, любой язык программирования. В принципе, это набор цифр, ноликов и единичек. Все. Это вечные коды. Это вечный перечень, набор всяких разных кодов. Поэтому информация каким образом? Вот мы сюда что-то записываем. Это все формируется в набор цифрик. Эти цифрики могут в какой-то пакетик заформироваться и улететь. Ну или вот как самолетик, передаться в другое место. Что делает основная система? Все, кроме Телеграмма. Ты записываешь. У тебя получается коробочка с единичками и ноликами. Ну, в языке программирования всего две цифры. Один и ноль, кто знает. И вот набор этих всяких единичек и ноликов и означает какую-то информацию. Ты это запаковываешь у себя на своей стороне. Любой мессенджер ключиком это заворачивает. Ключи хранятся у них. Они отправляют это бандеролькой к тому адресату, к которому идет сообщение. Ну, любой дядя, власть имущий, как наше государство, любит все контролировать. И любые государства. Что они делают? Ну-ка, дайте-ка нам эти ключики. Мы-ка будем. Коробочки, которые вызывают нас подозрение. Вдруг коробочка зашевелилась. Может быть, там что-то живое переправляет. Вдруг из нее запах какой-то пошел. А мы-ка откроем, посмотрим там. Ну, естественно, они просят не какие-то избранные ключи, а все, от всех коробочек. И проверять, на самом деле, они будут без подозрений. А просто все коробочки вскрывая, смотря, закрывая и посылая дальше. Что сделал Telegram? Это я вам простым, понятным языком объясняю. Что сделал Telegram? Telegram сделал гениальную вещь, что, в принципе, словами даже не объяснить. Я говорю, не сильно я силен в программировании, и даже аналога не могу подобрать. Но смысл в том, что ты, когда эту коробочку напихал ноликов и единичек, ты закрыл и ключик этот, пол ключика каким-то образом осталось у тебя. Пол ключика как-то в этой коробочке. Когда человек-адресат получает твою коробочку, только там он как-то ее открывает. Я говорю, честно, я даже аналога не могу привести. Тут-то все понятно, я вам объяснил, а вот как они придумали, непонятно. То есть ключика ни у каких-то третьих лиц, кроме у меня, который эту коробочку сложил, и все, что в нее захотел, наложил, этих единичек и ноликов этой информации. Я же закрыл полк. Ну, можно так объяснить. Ну, давайте телепортация, все слышали это слово, да? В одном месте пропал, в другом появился. Я сломал этот ключик, половинку оставил у себя, половинка телепортировалась к другому моему адресату. Ну, тоже не подходит, потому что адресат как-то открывает. Получается, что ты не ломаешь даже ключик. Я долго пытался понять, как они это объясняют, пытаюсь вот вам сейчас на обычный язык перевести. Но на самом деле, получается, что они просто что-то придумали. Уже упростим все, не понимая ничего, что ты запаковал эту коробочку, отправил с замочком, а ключик пропал, и у адресата появился. И он, получив коробочку, спокойно открывает и получает от него сообщение. Все. Все, что может третье лицо лично к тебе прийти и сказать, дай ключик, мы твою коробочку перехватили. Ну или у тебя его потребовать. Ну это все равно что-то или пытать тебе, чтобы ты его отдал. Ну тогда проще сразу всех пытать, уже без коробочек. Просто коробочку по идее открывают при подозрении. Но естественно, это они нам говорят, что они будут при подозрении все делать. Они будут делать все. Поэтому если они тебе придут, скажут, слушай, мы вот хотим все открывать, ты не дашь. При подозрении докажите, какое подозрение. Они хотят на полную халяву проехать. Такая вот чудная система. Телеграм сохраняет абсолютную свободу переписки. Да, этими каналами мог пользоваться террористом. Ну что? Мы с папой разговариваем. Папа говорит, ну ты же ничего незаконного не делаешь. Я говорю, ну да, как бы вроде бы нет. Ну, до каких пор? А до каких пор, скажите мне, пожалуйста, христианство еще будет в законе? Долг за горами или те времена, когда христианство встает, опять не в законе? Пожалуйста, у нас в современном мире, благо мы живем в мире вот именно таких технологий, пожалуйста, есть страны, далеко ходить не надо. Китай, Корея, Северная Корея, где там? Там Ютуба нет, кто не в курсе. Ютуб заблокирован, Телеграм. Долго ли нам в России? Вот, недавно были выборы, люди голосовали, я не голосовал. Мне такая власть нужна, мне вообще никакая власть будет так давно. Что будет делать? Как жить? Что делает у нас есть в стране такая организация государственная, как Роскомнадзор, которая вот занимается, она считает себя истиной и вправе судить всех и всяких. Ну, как и все организации, а порой и люди, чем выше стоящие. Но есть вот в частности Роскомнадзор, который следит Российский комитет Роскомнадзора, надзирают они, надзиратели, понимаешь ли. Есть еще национальные гвардии и прочие-прочие вещи. Армия, полиция. Все это, все это для блага человечества. Мне нужно, мне нужно, это все. Ну, им нужно, пожалуйста. Что мы видим? Роскомнадзор, пытаясь подгрести по себе все, ну, в принципе, все властители, вся система. Ну, там подают суды, кто знает. Суды выигрывают все какие-то там русские, нерусские, я так понимаю. В оконцовке сейчас решение заплакировать телеграмм на территории России. Ну, либо передать ключи. Ну, Дуров, в частности, его компания, объясняет, что, в принципе, даже при желании не сделать это не мог. Они придумали такую технологию, да, которую вот так можно пользоваться. Надо либо вообще тогда отказаться просто от этой технологии, вот, либо отстаньте от нас, мы не можем этого сделать. Мы при желании не можем передавать никаких ключей. У нас, говорит, нет, такая технология, которая, вот, как я вам сейчас попытался объяснить, сама непонятно, как она, ну, и я, может, до конца не догоняю, но смысл понятен, что никаких ключей у сторонних людей нету. Они не присылаются вместе с коробочкой, приклеенной скотчем, что можно отодрать, тут же открыть, это глупо, да, посылать замок, рядом с которым ключ. Как этот ключ попадает с телефон на телефон, так скажем, с абонента на абонент, я сам, честно, до конца не понимаю, не суть важна, да. И живой пример, что это все работает, это на самом деле так, потому что страна-то наша бесится, что они не имеют над ними власти. Значит, действительно, нас не прослушивают в Телеграме, не имеют доступ к нашей переписке, и действительно, тайна переписки наша сохраняется, и тайна нашей личной жизни. И мы действительно можем говорить все, что хочем, и о религиях, и о государстве, и о власть имеющих людях, мы можем делиться мыслями. Никто нам за это ничего не сделает, и причем, не имея права, конечно, это сделать, но у нас у всех очень всегда большие мысли, что мы на что-то имеем право надкинуть человека. Ну и что? Его блокируют, но Телеграм оказался и вся компания, дуров, и вся там, видимо, компания этих программистов, сама, это же он не один, конечно, да? Уже прошло сегодня вот у нас, по-моему, 20 какое-то, там, 23, уже где-то неделя, наверное, идет блокировка по России этого мессенджера. А, так я не договорил, да? То есть, когда папа говорит, ну ты же ничего не делаешь незаконного, и как бы, а кто сказал, что христианство завтра не будет вне закона? Я вот проповедую это раз. Плюс вообще христианство это жизнь моя и любого другого христианина. Он живет, он говорит об этом, он это проповедует, это естественно для его жизни. Просто. Что, завтра христианство станет вне закона, и что, имя Иисуса будет на наковальне? И где захочет, там молотком будет его разбивать, или что? Опять начнут костры полыхать инквизицией, гонения. В истории это было не раз, все это прекрасно знают. К чему это идет? Что значит вне закона? А кто определяет, что вне закона? Ну да, казалось бы, есть какие-то грубые вещи. Ну и что, телеграмм существует много лет, технологии развиты. Уже 20 лет, вот я живу на своей памяти, мне 35. Даже если взять 20 лет, с 15 лет, с моей молодости, когда я школу заканчивал, когда уже были компьютеры, мы уже все это, почты уже были. я свою первую почту, лет в 15 завел на Mail.ru. Ну что, каждый день взрывы, что ли, в России? Да нет. Как-то вы справлялись до этого? А кто отменял шифры? Кто знает, что такое есть шифрование? Ну что, они могут общаться и в публичном мессенджере словами маня, друг, там, бомба, апельсин, и спокойно, имея свою систему шифрования, кто знает, что такое-то издревле было система шифрования, издревле, язык шифрования ты сам придумываешь. Вот, в принципе, то же самое, что придумал дуру, в том числе и в общении. Ты можешь просто каким-то простым словам придумать смысл другой, и все, и спокойно отдать приказ или задание через публичный мессенджер. Ты можешь какую-нибудь детскую сказку прочитать, и это будет сигналом для действия или еще что-то. Вы можете целые поэмы друг другу писать таким методом. Что за глупости? У вас все равно будут те же самые проблемы. Это не решит всех проблем, то, что вы получите доступ ко всей переписке мира. Я говорю, а кто будет определять эти вещи вне закона? Ну да, сегодня вроде бы вне закона, естественные грубые вещи. А завтра до чего дойдет? Идет неделя блокировки телеграмма в России. Кто знает, это был смех, конечно. Роскомнадзор начинает блокировать все IP-адреса. Я тоже не буду глубоко в технические подробности создавать, тем более, вдаваться, тем более я сам особый спец там. Кто знает, какое было веселье всю эту неделю, они блокируют миллионы IP-адресов. У людей есть бизнес, есть просто весь, особенно, есть даже бизнес. У многих бизнес повисал в крупных гипермаркетах, торговых сетях, зависали компьютеры, потому что они блокируют IP-адреса крупнейших компаний. всех. А телеграмм везде, в интернете полно всяких юморных картинок, как там они пытаются закрыть, знаете, никуда попасть не могут. Это чудно было. Были дни, когда у меня ничего не работает, а телеграмм работает. Причем, кто знает, есть такие VPN-сервисы и всякие прочие вещи, которых я тоже не сильно силен. Самое удивительное, что я даже никакой ваконцовки, никакой VPN до сих пор не ставлю. Все у меня отлично работает. И на смартфоне, и я пользуюсь, у них есть прекрасное десктопное компьютерное приложение, которое я просто от которого в умилении просто прекрасное, очень удобно действительно общаться, классно переписываться, вот это все, вести диалог, всеми теми вещами заниматься, я говорю, завтра станет христианство вне закона, что вот, пожалуйста, вам телеграмм. Там можно и проповедовать, и общаться. Все. Если они его поборят, и что, мы останемся без всего? И вы знаете, когда это все началось, я стал задумываться опять. Интересные признаки и события огромного масштаба. В интернете много кто высказывается на эту тему. Я хочу, христиан я не слышал, кстати, сам. Ну, я и мало кого сейчас смотрю, может кто-то и говорит. А я вот хочу поделиться своими мыслями. Это очень интересное переломное событие опять мы наблюдаем. Достаточно интересно, чтобы за ним наблюдать. Реально опять пытаются вмешаться в божий промысел о человеке, в божье мироздание. И что я из этого увидел, я хотел поделиться своими наблюдениями. Вот когда насуется, кто знает, у меня еще книга Откровений, естественно, вся на канале записана. Я там показывал, что все события, на самом деле, книги Откровений даже еще, ну, как я говорю, близко не наступили. Может быть, они завтра наступят, но они еще не наступили. Там это очевидно, с этих коней, которые, с всадников на конях, которые начинаются с этих семи печатей, этого еще нет. Для меня это очевидно, я это вижу, да? И плюс, вы знаете, как я всегда обличаю, это лжеучение о каком-то тайном пришествии Иисуса Христа или пришествии в версии 1.5 и каком-то восхищении от великой скорби его церкви невесты. Это все чушь собачья. Мы прекрасно видим, начиная с Иисуса, Бога, пришедшего во плоти, заканчивая учениками его, вернее, продолжая его учениками, заканчивая Откровением, данным через Иоанна всей церкви. Мы четко видим, что на самом деле доживут святые и до самого пришествия. Кто-то будет умирать во Христе и потом воскресать, кто-то даже доживет и будет видеть. И причем, неважно, будешь ты спать или ты будешь бодрствовать. у нас на разных концах земли, разное время суток даже, поэтому кто-то действительно будет спать, не потому что он не бодрствовал, потому что по плоти у него ночь. И он спит. И Господь придет, и мертвые в Христе воскреснут прежде, а потом живые изменятся по природе, в ту воскресшую природу Иисуса, и будут к нему восхищены на облаках, и вместе с Господом, как по книге Откровения мы понимаем, будем тысячу лет праздновать с Иисусом в Иерусалиме, где будет уничтожено царство Антихриста прежде, ну вот, как раз, вернее, в это схождение. И мы там будем всеми еще тысячу лет до всеобщего воскресения радоваться и веселиться в новой плоти. Посмотрите, и я всегда говорил, посмотрите, всегда будет, да, будет гонение. В принципе, ты можешь закончить жизнь свою на кресте. На бревне, на виселице, у стены расстрельной, в гулаге, в тюрьме, в заточении. Ты можешь закончить как христианин. Это судьба христианина, в принципе, она не говорит, что она у каждого, но это всякое бывает, да. Ссылки, тюрьмы, все это было у христиан, костры, может, это и твоя участь, ну и прославь этой смертью Иисуса, как он благословляет своих врагов, и иди к Иисусу послави небесной. Но мы видим, и благодаря той же самой книге откровений, и благодаря тому же самой жизни Иисуса, и его словам, которые он говорил с ученикам, что, в принципе, до того времени, когда тебе предстоит испить чашу, поданную тебе небесным отцом, как он говорил, никто, никто не погиб, но я всех сохранил во имя Твое, которых Ты дал мне. И сам Иисус, вы помните, сколько раз уходил от, когда его пытались убить, покушались, до того времени, когда не пришел и участвовал. Потом делали то же самое ученики, особенно яркий пример, апостол Павел, которого точно так же с самого начала проповеди, как Иисуса пытались убить, когда он в синагоге начал проповедовать свободу плененным. Помните, как его за это хотели сразу сбросить с края города, в котором сам он был родом, откуда, отрочество, где провел все свое детство. Вы помните, и сколько раз его потом покушались и искали убить. Помните, то же самое с Павлом, когда он покаялся, только он дошел до Дамаска, стал там проповедовать имя Иисуса, и вот тут же положила власть, государственная власть вместе с иудеями в Совете, тут же его сторожили у дверей, ну, любой город, это же у него стена была, и центральные врата там всегда были вот эти. Его стерегли, чтобы убить, да, и помните, как ученики христовые, христиане спустили Павла по корзине со стены, в корзине по стене. И потом также сколько раз убили, убивали, пытались, покушались убить, и даже потом, когда он сам себя отдал в их руки, был арест, вы помните, еще сколько он путешествовал, его там каждый раз заклинались даже некоторые, более 40 человек не есть и не пить, пока не убьют его, и он все время избегал этого, всячески, узнавая, избегал смерти, но, и мы не знаем, к сожалению, или к счастью, о смерти ни Петра, ни Павла, можем только предполагать, что в концовке, скорее всего, зная, какие гонения ранее христианская церковь особо испытывала, что все они закончили мучиться к смерти, но это было в конце, долгое время Бог хранит нас, чтобы мы святили, проповедовали, сами возрастали в святости, через любовь, дела любви, добрые дела, любви к человеку, через радость, через мир, через кротость, смирение, упование, долготерпение, через ее, это свою невесту, внутреннюю, готовую к брачному пиру со Христом, усовершенствовали, украшали, приводили в совершенство, достигали этого совершенства, через дела, ибо делами вера достигает совершенства. Вот, что-то я уклонился, помню, немножко, нет? Здесь то же самое, телеграмм, что мы видим? То есть мы видим, что, помните, как Павел тоже, когда пришел в один город, ему было даже страшно проповедовать, сказано, что Господь, помните, он сам говорит, что Господь мне явился и укрепил меня, и сказал, не бойся, в этом городе много моих людей, каких моих? Не сказал христиан, то есть ты, говорит, говори, не бойся, проповедуй во имя, я дословно не помню, помните, ну, где-то глава, может быть, 16-17 книги Деяния, между вот, как о нем, книга начинает говорить до его ареста, где он там, рассказано немножко о Павловой жизни. Да, Дуров тот же самый, основатель телеграмм, мягко скажем, не христианин, я посмотрел его то интервью, какие он там словечки, говорит, как он живет, это все понятно, но Бог будет действовать даже через грешников, ведь сейчас они на стороне света, кто бы они сами не были, но Бог ихними руками, а плюс по плоти то мы все, братья и сестры, на земле, да, Бог ихними руками что делает? Борется со тьмой, этот телеграмм, завтра, если христианство станет вне закона, мы же все уйдем в подполье, и вот, пожалуйста, телеграмм, мы можем общаться, проповедовать, более того, я верю, что христианство настоящее, тем более, не вот это, не липовое, не секты, секты еще, скорее всего, и узаконят все, вот, а истинных христиан погонят, и мы все спокойно, более того, все, что запрещено, более сладкое, и слава Иисусу, это будет тот настоящий плод, плод святости, который нужен всем, и, возможно, через проповедь, через живое общение, где-то вот такое подпольное, христианство, наконец-то, новую жизнь, может, обретет очередной раз, Бог много раз вдыхал в свою церковь новое дыхание жизни, и так будет всегда, вот, мы же все там будем, вот, это здорово, что такое есть, и что они борются, и что, и живой пример, я говорю, глядя на неделю, как все это творилось, телеграм, я просто, честно, тоже, как и многие, веселились в ютубе, блогеры там, известные, неизвестные, я тоже угорал, конечно, как Роскомнадзор, вот, тьма, она слепляет человеку ум, они станутся безумными, но вы не можете, ничего сделать, вы что дуркуете-то, это же со стороны, знаете, человек, который глупый, как говорят, он сам себя высмеивает, да, просто достаточно того, что он рот открывает, или что-то делает, и всем уже смешно от его глупости, вот, то, что вытворял Роскомнадзор, не делаю, не могло не вызывать, кроме просто смеха никого над ними, это же жуть какая-то, что они вытворяли, и ничего у них не получается, ничего, и я хочу еще подвести к чему, вот, там насуется, кто знает, я говорил об этих трех шестерках, там, о всей этой лабуде, там, о том, что нельзя будет ни продавать, ни покупать в последнее время, а вот посмотрите на эту ситуацию, теперь с телеграмом, будут все, деньги все будут электронные, тебе счет обнулят, а вы посмотрите на телеграм, одни обнулят, другие тебе припишут, я верю, что Господь будет своих святых, христиан, воздвигать из, как говорят, с такими умами, будут программисты, будет человек одаренный, будут в церкви такие люди, и точно так же, как эти будут там сидеть, и людей действительно уничтожать, как это всегда было, физически, христиан будет уничтожать, возможно, скоро опять это будет, будут те, кто будет, что мы сможем противостоять им, это же реально так, более того, я верю, что Господь эти мозги может дать, даже если ты никогда программируем не занимался, Бог тебе просто с неба просветит, и ты завтра будешь знать все, как делать, тебе как открытая книга будет, ты будешь, никогда не учившись, и ни одного класса программирования в институте не закончив, будешь гением, и все, они будут тебе списывать, твои братья во Христе, гении в подпуле, будут тебе эти нули приписывать, и единички, и все у тебя будет хорошо, а не лишили тебя 10 тысяч долларов, которые ты действительно заработал, или там 100 долларов, смотря какая страна, и ты там что-то вдруг обморвался, где-нибудь о христианстве, и тебя вне закона, а твои братья во Христе, подпольщики, будут тебе приписывать, или будешь съесть, петь и веселиться, все, будешь то же самое делать, будешь и покупать, и все, будет тебе пища, а ты в подполье этих братьев будешь куском хлеба снабжать. Реально так, посмотрите, что происходит-то просто. Кажется, а, тоталитарный контроль, вот этот виртуальный мир, а вы посмотрите, он двоякий, невозможно разделить, там все вот так перемешано, что невозможно поделить, они пользуются, вот добро и свет, сейчас возьмем, вот этот, Роскомнадзор и Телеграм, вроде бы, свет и тьма, а они пользуются тем же самым каналами, они обрубают канал, они себя обрубают, говорят, даже сайт Роскомнадзора висел, они блокируют, у них собственный сайт, ведь они же пользуются такими же удаленными серверами по всей стране, там все настолько завязано, что отделить это невозможно, ну просто невозможно, физически, и я глядя на эту ситуацию, я понял опять, что все не так страшно, конечно, эти фанатики, вот этих всех последних времен, цифир этих, печатей там, электронных, вечно будут кричать, ааа, он усыпляет умы, Господи, да я только к одному призываю бодрость, и как призывал это Иисус и его ученики, бодрствуйте в святости, в любви, и когда вам вот им надо будет испить чашу, любви за человека, даже пострадать может быть за него, или за веру, или за любовь, соответственно, раз ты страдаешь за человека, прими ее, испей эту чашу, умри за любовь и за веру, вот тут я как раз призываю бодрствовать, а за вашу чушь, конечно, посмотрите, что творится, у них нет пока никакой власти, и благодаря, говорю, книге откровения, мы знаем, что как-то доживут святые, значит пройдут все, пройдут эти электронные, плюс, посмотрите книгу, откровений, которые я начитал, ведь только в 15 главе мы видим эти три шестерки, ой, в 13, вот это все царство антихриста, и все эти вещи, все это лабуда, и более того, мы дальше опять видим святых, мы видим, как чаши гнева изливает Господь после этого воцарения, и царство, где казалось бы, мир и безопасность, а Господь на них через ангелов семь чаш гнева изливает, они там в болячках кусают все языки и проклинают день своего рождения, это мир и безопасность, да, только живут они, как на воду, и при этом мы видим святых, которым ничего, Бог, во-первых, их бережет, посмотрите на египетские казни, которые были при Моисее над египтянами, они же не трогали евреев, там это мошка их ела, кусала, а евреям ничего, так и Господь будет беречь своих, а грешников будет, все это плохо им будет, там тоже написано, а те, кто не приняли печать, значит, можно будет не принять как-то, и можно будет жить и выживать, и потом с 13, еще до 20, до 19 главы, где описано пришествие Иисуса, еще 6 глав почитайте, и там везде святые все время, о которых Господь изрекает, здесь вера и терпение святых, терпение только там нужно будет, вот и все, вот в чем мы должны бодрствовать себя, в терпении, поменьше своей похоти, прихоти, когда там может быть будут какие-то лишения, все, и плюс, что не все так страшно, я говорю, всегда будут войны света, всегда, прекрасное сейчас вот это наблюдение, ситуация с телеграммом идет, я прям с радостью наблюдаю, как все это происходит, ничего у них не получается, более того, это не просто война государства, с каким-то там, знаете, миллионером, что-то ты там смотришь, нет, это вот лично меня касается, вас касается, нас касается, действительно, очень важная вещь, вот эта переписка, тайна, проповедь, да, будет завтра христианство вне закона, не все готовы сразу открыто, но внутри-то мы сможем и общаться, и проповедовать, и назидаться, и помогать друг друга, все это будет, как было в ранней церкви, хотя она была гонима, сначала от своих же иудеев, и вот именно мы будем гонимы, от своего же государства, от этих лжецерквей, так псевдо-христианских, которые с государством, вот так вот, ортодоксия, православие, с катацилитизмом, с протестантизмом, у них-то все будет хорошо, они начнут гнать вот таких вот, свободных христиан, но они своих потом начнут душить, там все друг друга душить будут, не знаю, я вот наблюдаю с большим интересом, что происходит, и наблюдаю, и у меня мир в душе, я вижу, как Бог все так придумал в мироздании, что не бывает всего плохого и всего хорошего, не бывает абсолютно плохих людей, завтра там кто-то покается, тот же самый Дуров, может быть, сейчас он как не христианин все-таки действует, но вот эти принципы, свобода, не хотят, чтобы над ними кто-то властвовал, это нормальное чувство, присущее человеку, ибо Бог приводит каждого человека в мир и просвещает его светом своей любви, истины, радости, мира, это есть в каждом человеке, да, конечно, грешники отличаются от святых, это понятно, от христиан, точнее, или наоборот, святые от грешников, ну, хоть так, хоть так, от переменами слагаемых смысл не меняется, а завтра он покается, представляете, встанет вообще на сторону истинного света, да познает Бога истинного, и посланного им Иисуса Христа, и все, и тогда вообще, а вы что думаете, Бог не может его коснуться, коснется, как апостола Павла, и все, а других, а таких сколько, а сколько таких, которые тоже, как их говорят, вроде бы, вчера они управляли миром всего, и были тоже на стороне тьмы, тьмы, там чем-то владели, этими знаниями, и завтра Бог его коснется, и он встанет на сторону света, с теми знаниями, с теми возможностями, и все, Бог не оставит своих, вот эти вот это, вот эта вот истерия, которая в интернете, меня всегда вообще поражает, Господи, да и что вы не верите, что, я говорю, оба важных слова, оба, Иисус, это Бог, есть любовь, и то, и то слово важное, надо понять, Он правит миром, это даже мы тут еще ковыряемся в этих циферях, там все, а Бог это вообще все, Бог все создал, для Него нет ничего сокрытого, у Него каждая молитва, Он сказал, каждый волос на Твоей голове, я посчитал, я знаю ему место, мы в это верим, мы в это просто не верим, мы в чудеса не верим, да Бог тебе даст завтра мозги, как у великого программиста, сам будешь все это, сам будешь себе эти нули приписывать, сам будешь свои счета взламывать, они тебя будут списывать, ты будешь себе хоть в сто раз больше накручивать, будет все это, ты главное люби ближнего, и веру сохраняй, и уповай, вот именно, верь, надеясь и люби, вот и все, живой пример с телеграммом, и вот мой вам христианский взгляд, что как всегда, как я и проповедую, все не так плохо, Господь говорил не об этом думай, ты думай, как сохранить свои чистые белые одежды, и ничего не бойся, я с тобой, он сказал, я с вами до скончания дней, во всякое время до скончания дней, во все дни до скончания века, вот и все, кто живет за пределами России, может это не так касается, а вот кто в России сейчас испытывает, во-первых, на себе, кто пользуется телеграммом, вот, и тема очень важная, это не просто так, прям опять мы видим, особенно кто, да я так же понимаю, я просто не насуюсь с этими цифирями, как там все, с этим тоталитарным контролем, я говорю, теперь большой вопрос, вот опять живой просто пример, думаешь, когда насуются, что это будет, будет ли это вообще, всегда будут лазейки, всегда будут коридоры, Бог все это будет делать, Бог будет тебя хранить, но при этом вспомнить, это не значит, что ты будешь лежа на диване, там, может быть времена и скорби, гонений, будешь не доедать, вспомните апостолов, да, Бог их сохранил, но при этом они не красную икру, черной намазывали, у них порой хлеба с собой не было, отдыхали где придется, спали, Иисус на корме спал в бурю, это до какой степени он был изнеможден, когда его ученики будили, что тебе дела до нас нету, до какой степени Иисус был уставшим, что он спал во время бури, не мог проснуться, и вечно у них ничего не было, вот, тут просто вопрос, какая твоя жизнь, конечно, если ты хочешь на день заклания, есть, петь, веселиться, я хоть и крестьянам иногда употребляю эту фразу, но это я в хорошем плане юморю, что действительно, как Господь говорил, вот я ем и пью вино с мытарями, грешниками, вот так вот, вот такие мои мысли по телеграмму, может быть, что-то еще, интересно, как будут развиваться дальше мои события, эти события, мне хотелось высказаться, вот, у кого какие мысли, тоже, пишите в комментариях, интересно почитать, я как всегда, ибо я верю, что Бог, Бог есть любовь, этот Бог наш пришел во плоти, Иисус Христос все сказал, что не бойтесь, и каждый волосочек на твоей голове посчитан, вот, наше дело жить сегодняшним днем, празднуться, прожить день в святости, и так закрыть свои глаза, а что завтра будет, завтрашний день, Господь сказал, сам о себе позаботиться, до завтра дожить надо, мы ничего не знаем, насуются, пугалками весь интернет завалили, вон, пожалуйста, ничего они сделать не могут, есть у нас канал, так скажем сейчас, и переписки, и общение, все есть, будет и деньги, ну и что, что электронные, будут возможности, вот именно в книге откровения, сказано, что просто может быть настанет это время, что все будет это вот именно сложно, но выжить можно будет, да, и покупать, продавать не так будет, возможно просто, опять же, что эти слова значат, книга откровения, она не сложная, но она описывает будущее, а мы не знаем его, почему там эти войны, когда будет битва, это Армагеддон, описаны как саранча, ну что там, саранча будет что ли, с железными хвостами, нет, конечно, и может быть даже апостолу было показано, что это какие-то киборги, но как он опишет, людям 2000 лет назад, этих киборгов, они смартфона, может не видели, это же надо понимать тоже, что значит не покупать, не продавать, это 2000 лет назад, особенно было понятно, когда не было ни сберкнижек, ни сберк, сейчас как карточек, понятно, дал, купил, продал, сейчас все заказываем по интернету, я наличкой практически тоже не пользуюсь, хотя живу в деревне, все, что я сейчас наличку трачу, в основном только в ближайшем ларьке, и то, потому что у них просто нету, да что ж такое, потому что у них нету карточки, я даже у них спрашивал, чтобы вообще мне ходить с карточкой, да и все, засунул, чтобы эту мелочь с собой не таскать, они вечно мне с дачи как дадут, я бы у них карточка расплачивался, засунул, да и все, по безналу, ходил бы с ней, все, а уже куда-то в крупное выезжаешь, покупаешь все по интернету, да, вот что это значит, и что будет вот именно, может быть, вне закона ты будешь, но выжить-то можно будет, нигде не написано, что ты умрешь от голода, там сразу это не написано, все вот так перевернут, перековеркают, а все не так просто, не так плохо, вот так вот, вот такие мои мысли, в принципе, я пока все сказал, что хотел, так может быть сумбурно, хотелось просто от сердца к сердцу поделиться, какая ситуация, особенно может быть она не всем знакома, вот, но она, у меня есть плейлист на канале, о последнем времени, тоже разные ролики туда доставляю, вот, это тоже туда заброшу, кому интересно, там есть другие интересные ролики, размышления, смотрите обязательно, все мои контакты у вас на экране, я не кусаюсь, пишите, звоните, всем буду рад, подписывайтесь на мои каналы на ютубе, ставим лайк, если ролик понравился, кому полезно, отрадно, назидательно, мое служение, и поделитесь этим роликом, со всеми, кто ищет истину, алчат и жаждет ее познать, конечно, зомби, которые зазомбированы, всякими цифровыми, апокалипсисами, что завтра, и что уже надо в черных очках ходить, потому что с каждой, видеорегистраторов, тебя пуляют, электронной пушкой, и, и печатают, тебе сатана сидит, конечно, вряд ли их этот ролик вызовет, что-то положительное, вот, ну, а с теми, кто действительно, ничего не боится, живет в радости, любви, вообще к жизни относится проще, вот, жить надо ширше, или как там, помните, в приключениях Шурика, на жизнь смотреть ширше, жить надо проще, ну, все, пишите ваши, в комментариях под роликом мысли, размышления какие-то, задавайте вопросы, какие возникли по ходу, или после, может быть, возникнут по субботам, в 15.00 по Москве, на канале, этом же Христалют Лайв, я в прямой трансляции, отвечаю на все эти вопросы, зачитываю интересные, полезные, может быть, назидательные комментарии, ваши размышления, все, пока, палка, всех целую, обнимаю, пока-пока.